Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать, почему устанавливаю ГБО своим друзьям себе сам. Потому что уже на первый раз сталкиваюсь после того, как проезжает автомобиль с установленным ГБО и ССТУ. Это такая голимая установка, что вы себе даже не представляете. Расскажу сейчас о установке ГБО, которую делал я со своим Мишуней. Вот так установлен снизу бак, то есть на такой подставке держит бак, чтобы он никуда не шел. Вот такие стоят пластиковые ленты, так это сделано. Баллон у нас на 40 литров. Вот такие боковые соединения, они сделаны специально так, чтобы когда нажимаешь на них, оно держалось за счет бака несколько точек крепления. Они просто ровные, некрасивые, это все и выглядело бы. Вот здесь у нас стоит датчик, с которым еще придется повозиться, сделать дополнительную пластину, чтобы он правильно работал. Да, здесь нету сзади мультиклапана, не клапана, отсечки газа. Но я вам скажу, честно говоря, машины до этого так ездили, ездят и будут ездить. Потому что даже если на крайний случай можно прийти и здесь все решить, перекрыть газ. Значит, вот так здесь все в багажнике выглядит. Пройдем дальше. Значит, куда идут магистрали? Магистрали у нас пошли не по салону, не под днищем, а пошли они по салону. Почему это сделано так? Ну, во-первых, это сделано по той причине, что сами магистрали, получается, грязнятся, их там крепить нужно. А у нас они идут вот где-то здесь, вот так. И вот у нас шланжик, если вы увидите, коврик, он спрятан, и там же же провод идет вместе с ним. Он идет вот сюда, вот здесь, и пошло туда дальше. Значит, куда пошло дальше? Пошло оно все вперед автомобиля через моторный щит. Почему это все установлено по центру машины? Да потому что получается самое безопасное место, даже если при ДТП этот шланг как не повредится. Как установлено здесь? Ну, здесь, наверное, у нас все стандартно. Как всегда, приходится по ходу ремонтировать проводку. Так установлены форсунки. Здесь установлены и перемотаны заново у нас вот в этом месте. Разрыв форсунка, все подключено, красивенько все работает. Значит, что еще такого интересного здесь есть? Значит, все вот эти жмуты проводов, которые обычно скручены вот так жмутом, скручены этим всем, они все... всех их здесь нету. Там, получается, у нас стоит датчик разряжения и датчик давления. Здесь в аккуратном месте хорошо и приятно снимать, получается, фильтр. В этом месте тоже можно долезть в доступ к фильтру. Газовый баллон, газовый редуктор вот там. Мы перенесли вот эту часть из этого угла вот на это место. Там установлен редуктор. Опять нету вот этих, смойте, шопли. Вот там, видите, сделаны тройнички подключенные. То есть шланга минимум. Значит, что еще у нас? То есть доступ ко всем моментам для обслуживания везде есть. Значит, спрятал блок я управления газовым оборудованием. Это Q-Box TAG. Спрятал я его в салон. Он стоит у нас вон там. Вон, видите, разъемчик у нас. Вот там у нас установленный блок. Все это красиво у нас спрятано. Не мешает. Диагностика проводится. Машина работает прекрасно. Но самый основной вопрос у нас на сегодня. Это как вы думаете, где у нас заправщик? Не знаю, догадаетесь вы или не догадаетесь. Покажу вам все места под крылом. Нет. Может, в лючке бензобака? Тоже нет. Где он может быть? Интересный вопрос. Может, где-то здесь? Но, судя по трубкам, они пошли куда-то в салон. То есть где-то под днищем. Здесь где-то? Нет. Покажу вам интересный прикол. Чик. Куда мы придумали его поставить? Скажу вам честно, это место как для него. Всегда и везде. Вот здесь под этой штучкой. Как его открыть? Элементарно. Вот так. Сюда мы сделаем вкруточку. Как всегда. Стандартную. Вкрутили. Выкрутили и все. Вот здесь установлен болтик. Потом гаечка. Потом с той стороны пружинка. И тоже гаечка. И все это работает автоматически. То есть, грубо говоря, взял вот так. Чик. Все закрылось, держится. Красота. Хочешь открыть? Открыл, заправил, закрыл. Плюс к этому всему, вон там стоит шарик у нас. Можно было бы вот сюда поставить заглушку или пробку. Ну, будет видно всегда резьбу при заправке. На крайний случай его можно отмухнуть ртом. И все вот так спрятано. Красота. Красота. Вот такой обзор у нас заболонного оборудования. Все прекрасненько сделано. Хорошо. Спрятано. Все стяжечки. Все красивенько. Вся сделанная электрика на обжимках, как я люблю делать. Вот это оборудование обычно будет ездить беспроблемно. Так что, как-то вам всего хорошего. Удачи. Ну и всех благ. Вот такое у нас дело получилось. Пока-пока.